К 2028 году все нуждающиеся в жилье граждане должны быть им обеспечены. Такую амбициозную цель поставило перед собой руководство страны. В этом направлении сейчас по всей республике строятся ипотечные дома. В стране активно строится более 40 тысяч квартир общей площадью 2 миллиона квадратных метров. В настоящее время строятся многоэтажные дома в областных центрах. Со следующего года начнется строительство многоэтажных домов в районных центрах и городах. Разработана специальная программа, направленная на упрощение возможности приобретения жилья для социально уязвимых слоев населения. В рамках этой программы жилье предоставляется на льготных условиях без первоначального взноса с возможностью покупки на долгосрочный период. Ряд новых ипотечных жилых комплексов Бишкека дополнился еще одним. Буквально вчера президент Садыр Джапаров дал старт строительству новых ипотечных квартир. Многофункциональный жилой комплекс «Антымак-Конушу» будет занимать 18 гектаров южной части столицы. Здесь будет 8100 квартир. Сразу после заложения капсулы здесь уже начались строительные работы. Строительство домов будет проводиться поэтапно. На первом этапе будут построены дома на 6,5 гектарах земли. Сразу после завершения они будут выдаваться под ипотеку на 25 и 15 лет под 4,8%. Многофункциональный комплекс «Антымак-Конушу» станет одним из крупных проектов госипотечной компании. Здесь возведут 18 и 25-этажные дома. Комплекс будет состоять из 48 домов. Помимо многоэтажек в комплексе также будут построены необходимые соцобъекты. Здесь возведут школы, детсады, аптеки, спортивные детские площадки. Не только. Одним словом, здесь будут созданы все условия для комфортного проживания будущих жителей нового комплекса «Антымак-Конушу». В будущем в «Антымак-Конушу» будут обучаться порядка двух с половиной тысяч школьников. Для этого здесь возведут две школы. А 640 дошколят будут воспитываться в четырех детсадах. Таким образом, жителям не нужно будет ехать в другой конец города, чтобы устраивать детей в образовательные учреждения. Будущим новым соцобъектом рады и жители близлежащих микрорайонов. Очень рада сегодняшнему событию. Как услышала, сразу же пришла поучаствовать. Здесь построят новые многоэтажки. Самое главное будут школы, детсады и супермаркеты. То есть совершенно полноценный микрорайон. Мы радуемся тому, что нашим детям создаются все хорошие условия для их будущего. Вот ипотечные дома строят, выдают. Мои родственники недавно получили. Оказывается, госипотека очень удобная. Дают на 20-25 лет, да и проценты невысокие. Новые ипотечные квартиры получат граждане, которые стоят в очереди по линии ГИК. Первые будут выдаваться уже через два года. Половина квартир в новом комплексе будет предоставлена на льготных условиях социальным работникам, а вторая – половина мигрантам и другим гражданам с условием 50-процентного вклада в строительство. Хочу также объяснить необходимость предоплаты в размере 50%. Эти средства помогут ускорить строительство жилья для других граждан, ожидающих своей очереди. На сегодняшний день в Бишкеке в очереди находится 22 573 человека, в регионах – 15 400. В общей сложности по стране идёт строительство 42 316 квартир. Сейчас наш Кыргызстан стоит на пороге важной инициативы по обеспечению граждан жильём. Раньше этим огромным участком, а конкретно 18 гектарами земли владели всего 3-4 человека. После окончания строительства жилого комплекса здесь будут жить больше 8 тысяч кыргызстанцев. Раньше по каким-то причинам эта территория была передана частным лицам незаконным путём. В течение двух с половиной лет земля по решению суда была возвращена государством. Как вы знаете, этот район считается элитным и в основном здесь проживают богатые граждане. У простого народа нет возможности приобрести себе жильё в этом районе. Теперь же, благодаря ипотечной программе, в порядке очереди граждане смогут получить квартиры. Всё это делается во благо народа. Комплекс Интамакхонушу расположен рядом с парком дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Тем временем доступное жильё строится и в самом отдалённом регионе в Баткене. Жители города Баткен до конца не верят в начало строительства 12-этажных домов, так как, по словам Аксакалов, в истории города не было таких масштабных строительных проектов. Они также отметили, что строительство ипотечных домов государственными силами и предоставление их населению по низким процентным ставкам будет хорошая возможность удержать молодёжь, нуждающиеся в жилье на родной земле. В нашем Баткене строятся 12- и 15-этажные дома. Строительство идёт каждый день. Мы видим это и очень радуемся. Это итог работы руководства нашей страны. В связи со строительством ипотечных домов на окраине города будет построено новое очистное сооружение для сточных вод. Будут проведены канализация, водопровод и построены дороги. Одним словом, будет улучшена инфраструктура города. Мэр города Баткен сообщил, что городская власть уже ведёт работу в этом направлении. Сейчас идёт проектирование по Тазасу. В Чекбулаке будет построено очистное сооружение, рассчитанное на 100 тысяч человек. К нему будут подключаться шесть линий со всех сторон города. Сооружением будут пользоваться не только жители ипотечных домов, но и другие жители. Ипотечное жильё смогут приобрести не только граждане, проживающие в Кыргызстане, но и иммигранты за пределами страны. Для этого ГИК совместно с Элифбанком запустила проект «Накопительная ипотека», который значительно упрощает получение доступного жилья.